в эфире телеканала киев здравствуйте да вы вы просмотрели да вот эту подборку прекраснейших там приколов российского городка как вам вот просто мне сказали что вы реагировали мне просто интересно вот вашу оценку услышать возможно того что происходит вы знаете я очень давно занимаюсь пропагандистской компании российской а анализируется да 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 это способ выяснить замыслы по когда формулируется пропагандистская компания установки фактически они власть кремль рассказывает о своих планах вот так что это иногда очень полезно ну параллельно они действительно создают такое чуть-чуть сумасшедшую среду в которой люди реагируют не как здоровые люди а скорее как больные загипнотизированные вот те вопросы которые задают на улице это не вопросы на которые там ждут ответа это вопросы на которые ответы уже есть это фактически опрос о лояльности гражданина ну и вот эти бабушки беззубые которые говорят что на нас напали ну понятно же что они в курсе того что не на них напали а россия напала вот но нужно отвечать правильно и вот это феномен начался еще в советском союзе отвечать да массовые опросы которые проводила кгб тут было просто опасно кстати говоря и сейчас опасно отвечать неправильно тем более когда опросы проводятся по телефону и опрашиваем называют по имени отчеству константин натальевич я хотел бы еще с вами знаете вот начать даже не с пропагандистов хотя вы говорите о том что вы анализируете то вот эти нарративы которыми они пользуются и которые внедряют да вот в своем таком творческом подходе да или или просто сброшенным сверху от фсб к примеру да я предполагаю что это происходит наверное на постоянной основе вот но все же смотрите если говорить об риторике то там киселевых скобеевых там и так далее там разных саянов симонянов и так далее и так далее то вот вот говорят о том что она немного изменилась и у них вот получается разворот произошел определенный из победобесных победоносных вот этих всех заявлений о том что киев за три дня до того что вот не все так гладко и вот это устрашение ядерным оружием это тоже не от хорошей жизни и российского режима и самих пропагандистов что вы скажете что показывает ваш анализ действительно ли поменялось да вот это отношение и сама ситуация внутри российской федерации ну да конечно а пропагандистская кампания настраивается на объяснение ситуации событий и я хочу вам сообщить может быть вам это неизвестно пропагандой в россии занимаются сотни аналитических групп это очень сложно устроенная пропаганда в год на пропаганду тратится даже больше чем на армию там где-то больше ста миллиардов долларов причем пропаганда как внутри россии так и и и запрет за ее пределами сейчас когда во многих странах просто запрещена российская пропаганда потому что она националистическая на сеть сеть рознь вот и чуть чуть экономит путин конечно это вот но пропаганда все равно продолжается и она эффективна понимаете мы с вами видим как она воздействует на людей там конечно не 80 процентов поддерживают путина вот но твердые 30 процентов зомбированных у упертых убежденных в том что он все делает правильно у путина есть окей давайте от пропаганды к таким международному международной повестке это кастин натанович смотрите вот президент владимир зеленский он выступал перед студентами ведущих вузы снятых штатов америки татами специальные виде распространял офис президента украины но вот зеленский заявил о том что вместе с партнерами сейчас украина пытается создать преседент наказание агрессора который начинает войну каким вам видится вот это наказание каким она может быть с учетом вот сегодняшней ситуации знаете я очень благодарен владимиру зеленскому его команде что они начали подготавливать международный трибунал это то к чему я призывал вот это не только сбор данных потому что этим занимается еще международный уголовный суд трибунал вот но нужен специальный трибунал и для его подготовки нужен консенсус нужно чтобы несколько государств согласовали свои действия были подготовлены документы то есть повторить то что было сделано в свое время в нюрнберге понимаете проблема сегодня состоит в том что россия так же как и нацистская германия очень хорошо подготовилась к вот это агрессивное агрессивной политики агрессивной войне все делается по закону понимаете захватывается территория в европе нарушаются там десятки законов но тут же принимается закон что это все правильно это соответствует российскому законодательству абсолютно точно так же как бундестаг свое время поддерживал любое решение гитлера о присоединении аншлюисе аннексии там любых территорий то есть нужно создавать прецедент законодательства по которому судить будут путина его окружение не по внутренним законам россии а по набору некоторому набору международных норм которые путин нарушил безусловно но понимаете константин натанович но определенным людям которые были на скамье подсудимых в рамках нюрнбергского процесса но вот то что это было вроде бы в рамках тогда да да законодавство третьего рейха но оно же им не помогло оно их не спасло да не спасло и более того я вам скажу что а ведь после нюрнбергского процесса процесс осуждения нацизма не закончился после этого в течение 30 лет прошло более 300 тысяч судов на которых конкретно исполнители осуждались некоторых преступников отловили через 50 лет после войны вот вы знаете там деменюк его судили да 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 штатах надсмотрщик в концлагере вот но это было создано прецедентом нюрнбергского процесса что то такое пытается сейчас сделать зеленский вот и я очень благодарен конечно за это потому что сейчас ведь проблема не только в том чтобы отбить вот эту агрессию проблема в том чтобы сделать похожую агрессию невозможной а для этого нужны не только дипломатические усилия что тоже важно но и усилия так сказать правовые уголовные нужны этих я знаю что есть прецедент уже осуждения преступников и в украине военных преступников вот этого недостаточно нужен рамочный процесс который кроме осуждения главарей так сказать преступлений этих создает рамочное законодательство в рамках которого на по аналогии значит с трибуналом можно будет судить преступников там кстати говоря вот сейчас большая проблема с пропагандистами юридическая проблема осуждать их вроде бы не за что понимаете но в свое время похожая ситуация была и с нацистскими пропагандистами константин натальевич ну смотрите в украине их точно есть за что но вот просто это посягательство на территориале целостность украины да разжигание межнациональной розни и вот так далее и так далее и так далее вот тут вообще как бы без без вопросов ну они подпадают вот их работа заявление позиции которые они звучат в прямом эфире они точно подпадают под украинское законодательство а в чем проблема тогда международном как бы что они как бы вот мы путина поддерживали но мы не поддерживаем или как или просто нечего вписать будет у нас с вами есть хороший пример это телеканал russia today канал который распространяет вот эту агрессивную милитаристскую пропаганду человека ненавистническую пропаганду максимальное что сегодня можно сделать в странах уважающих свободу слова просто закрыть его но это максимально понимаете а надо бы конечно судить этих пропагандистов а для этого нет рамочного законодательства не ошибка которую но вот мы российские или советские демократы украинские тоже совершили в девяносто первом году мы не настояли на том чтобы был проведен процесс над коммунизмом над коммунистической партии но да над кгб и так далее мы считали что ну все мы победили демократия в украине в россии мы просто не доделали важную работу понимаете и теперь приходится ее доделывать уже с тем же офицером кгб путиным который пытается реконструировать гулаг концлагерь не только на территории россии но уже на территории украине и или как мы с вами знаем из сегодняшних новостей возможно даже на территории финляндии да не но там же они сказали что как бы вроде там вступление на то не не проблема этих стран да там проблема как всегда вот просто набила уже оскомин украина 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 и так далее так далее но смотрите к саде на то хотел бы у вас знаете что спросить а вот если говорить о до наказание путина прецедент наказания и так далее вот мы говорили о трибунале то вот этих рамочных законах которые должны поспособствовать для того чтобы вот этот человек понес ответственность и не только он а вообще весь режим все функционеры которые всего сегодня представляет нынешний кремль в той или иной ипостаси скажите вот путин он а он вообще он доживет до трибунала как вы считаете вот мы увидим его там вот таким на на скамье подсудимых или вот его себя муче сменет по физическим причинам как вы считаете ну я бы хотел пожелать путина здоровья ох то мы что знаете меня сейчас проклят 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 проклятут константин а так понимаете сейчас в россии объясните пожалуйста нам с вами хорошо и правильно было бы наказать преступников нам также с вами очень важно предотвратить будущее преступление нам необходимо понять как этот человек оказался у власти каким путем каким путем а из чьей помощью проводилась вот это вот агрессивная политика в девяносто девятом году когда путин из директоров фсб стал премьер-министром в россии было только два политика валерия новодворская константин боровой которые говорили что это недопустимые выступали против путина а все остальные даже демократические политики говорили о том что путин демократ ученик собчака да 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 что это ну нормально более того я вам скажу даже в 2003 году я выступал в конгрессе соединенных штатов и рассказывал о том что началось возрождение опасные для мира для сша агрессивной империи в россии во главе которой путин и председатель комитета по безопасности обменял обвинил обнимал меня и говорил константин зачем ты морозишь нам голову вот так владимир наш друг а россия это демократическое государство а холодная война уже давно закончилась не морочь нам голову все это надо исследовать возвращаясь вот к началу все это надо понимаете а это нужно не научное исследование какое-то это нужно уголовное исследование для того чтобы наказать не только там одного путина или путина и десятерых его подельников для того чтобы показать как формируется это преступная людоедская власть и она же ведь не просто так появилась там понимаете 90 губернаторов которые поддерживают путина в регионах при том что настроение в регионах отнюдь не так сказать поддержки путина данные элиты уже давно выступают за автономию и ну многие громко другие не громко об этом говорят но да костей натанович просто к сожалению должны заканчивать да у нас тоже есть определенный цвет нот спасибо вам но давайте вот договоримся что в следующий раз мы как-то вот с этой точки начнем и продолжим потому что очень интересно знаете просто смоделировать ситуацию а что же после то что такое послепутинская российская федерация будет из себя представлять что это будет за государство с какими там знаете вот режимами мотивами и так далее и так далее с каким устроем вот это интересно вам вас благодарю вас благодарю за комментарии позиции кассетин буровой российский оппозиционный политик бизнесмен был знамы на связку но мы продолжаем вот так и